О, так, теперь открываем второй файл, девятнадцатый, номер девятнадцать, про фрукты. В ящике лежит шестьдесят пять овощей, масса каждого из которых выражает целым числом граммов, в ящике есть хотя бы два овоща различной массы, а средняя масса всех овощей равна тысяча грамм, средняя масса овощей, ой, давайте я структурирую условия. Основной факт, быстро, есть какой-то набор чисел, тогда сумма всех этих чисел делить на их количество это среднее арифметическое, зафиксировали? Мы будем пользоваться этим постоянно, еще раз, что такое среднее арифметическое какого-то набора чисел? Берем сумму этих чисел, делим на их количество, получаем среднее арифметическое, отсюда прямое следствие, если мы не хотим работать со средним арифметическим вот с этой буквой, да, а мы не хотим с ней никогда работать, знаете, когда нам нужна, мы домножаем на n и сразу переходим к сумме, сумма равна среднее арифметическое умножительное количество, вот, вот ключевой ход, который мы будем использовать, то есть я сейчас буду его несколько раз применять, все время от среднего арифметического буду убегать, я его не люблю, и буду работать с суммой. Поехали, значит, среднее арифметическое 1, а, точнее, сумма 1, это х на 982, сейчас все неизвестные виду, нервничать не надо, сейчас. А сумма 2, это у умножить на 1024, давайте, что такое х? Х тире это количество фруктов, которые меньше тысячи, да, вот так запишу, количество меньше тысячи которых, у это количество фруктов, которые весят больше тысячи, так, и чего нам еще не хватает, а еще же есть фрукты, которые весят ровно тысячу, да, z, количество равных тысячи фруктов, да, тогда какая связка x плюс y плюс z 65 всего фруктов, и еще не записали общее среднее арифметическое, общая сумма 65 на тысячу, согласны, потому что всего 65 фруктов, и в среднее арифметическое всех это 1000. Давайте, в этой задаче очень важно изначально правильно и удобно ввести неизвестные, чтобы потом работать через уравнение. Сигма 1, понятно, что такое, да? Это сумма всех масс всех фруктов, которые меньше тысячи, давайте подпишу. Еще раз, как это получилось? Из того, что я только что писал. Если я сумму всех фруктов, которые меньше тысячи, поделю на их количество, получится их среднее арифметическое. Я просто домножаю и перехожу к сумме. Это сумма масс всех фруктов, которые весят больше тысячи грамм. Почему? Потому что если сумму их масс поделю на их количество, я получу их среднее арифметическое. Здесь то же самое. Если я сумму всех, это сумма масс всех фруктов, поделю на их количество, 65 их количество, получится среднее арифметическое 1000. Могло ли в ящике оказаться поровну овощей массы меньше тысячи и массы больше тысячи? Могло ли быть такое, что х равно у? Мы, конечно, будем решать задачи в общем виде. Ну что я сделаю? Я утверждаю, что есть базовое уравнение. Сумма 1 плюс 1000z. Что такое 1000z? Это сумма масс всех фруктов, каждый из которых весят по тысяче, их z штук. Плюс сумма 2 равно сумма общая. Правильно? Да как бы все. Поехали. Сумма 1 982x плюс 1000z плюс сумма 2 1024y. И я сделаю немножко хитро. Я сумму представлю как, знаете, что? Вот прикольчик. Я могу сумму еще представить как вот так. Как x плюс y плюс z. Потому что это и есть 65 на 1000. Чтобы сразу у меня 1000z сократилось. Да? Поэтому я пишу 1000x плюс 1000y плюс 1000z. Правильно? 1000z сокращается. x и вправо, y и влево. Получаем 24y равно 18x. Делим на 6. Получаем 4y равно 3x. Ну да, понятно, да? Разве может быть x равен y? Нет. Ответ нет. Все, пункт А умер. Пункт А умер просто из грамотного введения неизвестных. И равенства сумм. Я просуммировал суммы всех фруктов по частям. Суммарная масса всех фруктов, которые весят меньше 1000. Суммарная масса всех фруктов, которые весят 1000. И суммарная масса всех фруктов, которые весят больше 1000. А это просто их общая сумма масс. Все. Так, что пункт Б. Могло ли в ящике оказаться ровно 13 овощей, масса каждого из которых равна 1000 грамм? Внимание! Сейчас кокнет. Могло ли z быть равно 13? Это очень крутая и базовая идея. Какую информацию можно выцепить вот из такого равенства для y и x? Заметим. К пункту А у нас относится только вот эта строчка. Правильно? А мы вывели общий факт. Мы вывели связь. Количество фруктов, которые весят меньше 1000 грамм. И которые весят больше 1000 грамм. То есть вот этим мы можем пользоваться. Давайте запишем это сюда. 4y равно 3x. Сейчас внимательно и аккуратно. Отсюда следует. Видите, левая часть делится на 4. Значит, правая часть делится на 4. Следовательно, x делится на 4. Теперь внимание. Если x делится на 4, его можно представить как 4t. Где t какое-то целое число. Правильно? Раз x делится на 4. Подставляем вместо x 4t сюда. Получаем 4y равно 12t. Следовательно, y равно 3t. Нам удалось связать. Выразить x и y через одну какую-то неизвестную. x 4t. y 3t. Но тогда x плюс y это 7t. То есть количество фруктов. Массы которых меньше 1000 и больше 1000 делится на 7. Подождите, но если z 13. Подставляем вот сюда 13. Получается x плюс y равно 52. Но 52 не делится на 7 противоречия. Симпатичный для пункта b очень красивый. Ответ нет. Идеальный пункт b. Надо знать делимость. Надо знать вот этот прием. Как мы можем выразить неизвестное. Если имеем вот такое выравнение x и y. Через одну и ту же букву t. Поставим восклицательный знак. Давайте пункт b. Какую наименьшую массу может иметь фрукт? Давайте неизвестную введем. Пусть m это самый легкий фрукт. И нужно найти наименьшую массу. Здесь конечно неплохо. Чтобы у вас было чувство среднего арифметического. Что это значит? В первую очередь, когда вопрос о наименьшей массе, надо задать себе вопрос. А почему она не может быть совсем маленькой? Типа 1 грамм. Рассказываю. Давайте так. Если вы получили колл в школе. Вот понятно же, что у вас было сколько-то пятерок. И вот колл, он очень сильно вас утянул вниз. То есть у вас должно быть очень большое количество высоких оценок, то есть пятерок, чтобы как-то ваше среднее арифметическое, средний балл притянулся к пятерке или четверке. То есть колл тянет вас сильно вниз. Поэтому если эта масса очень маленькая, то вот это среднее арифметическое маленьких фруктов, которые меньше тысячи, а оно довольно большое, заметьте, оно близко к тысяче, оно очень сильно уползет вниз. Тогда возникает идея. Вот смотрите, пусть при каком-то иксе, пусть икс нам известен, да? Тогда мы знаем сумму какую. Давайте вот s, это сумма тех, которые меньше тысячи, но без m, без самого маленького, так? Тогда мы знаем, что m плюс s, это 982x, согласны? Вот сумма всех фруктов, сумма масс всех фруктов, массы которых меньше тысячи грамм. А s это сумма всех, кроме самого маленького, так? То есть при каком-то конкретном иксе, это фиксированное число. Как сделать нам минимальное m? Чтобы это было минимальным, s должно быть максимальным. Вот про что я говорю. То есть понимаете концепт? Чтобы среднее арифметическое достигло вот такого уровня, чтобы сумму сохранить, и вы хотите очень маленькое число сюда впаять, то вот это s при конкретном иксе должно быть максимально возможным. Сумма всех оставшихся должна быть довольно большая, чтобы вот это m маленькое не убило возможность быть средним арифметическим 982. А какое максимальное значение s может быть, как вы думаете? Ну, очевидно. Самый большой фрукт в этой корзине меньше тысячи имеет массу 999. А сколько их, если всего их было x, и мы убрали один фрукт? На x минус 1. То есть при каждом фиксированном иксе максимальное значение s это 999 на x минус 1. Понимаете? Тогда что мы сделаем? Тогда давайте работать со следующим. Мы вместо s поставим 999x минус 1. Получаем m плюс s, раскрываем, плюс 999x минус 999 равно 982x. Так, а тогда что получается? m равно 999 минус 17x. Чтобы m было минимальным, x должен быть максимальным. Но мы-то знаем, что x плюс y это 7t. Делится на 7. И x равно 4t, а y равно 3t. Какое максимальное t здесь может быть, как вы думаете? Ну, понятно, да? Чтобы x был максимальным, а x равен 4t, у меня t должно быть максимальным. Какое максимально возможное t, если фруктов всего 65? Понятно, что максимальное t это 9. 7 на 9 63, если t взять 10, то уже сумма будет 70. Больше количества фруктов. Значит, t максимальное это 9. Значит, x максимальное 4 на 9 36. Значит, m минимальное это 999 минус 17 на 36. Равно. Значит, 17 на 36 это 360, 210, 570, 612. Вычитаем отсюда 612, 387. Это оценка. Теперь еще нужно построить пример. Но пример строиться не сильно сложно, потому что у нас есть самый маленький фрукт. Мы знаем, какие фрукты мы вот здесь брали. Мало того, мы знаем, что это t9. Мы знаем x, мы знаем y. Мы все знаем. Значит, пример строится очень просто. Давайте сначала на этом месте остановимся. Всем ли понятно, что произошло? Че? Какие овощи? Я про фрукты задачу решаю, понимаете? Это авторская. В ящике лежат 65 овощей. Че это так? Ну, какие? Хорошо. Фрукты равно овощи. Все. Давайте эквивалентно. Фрукты эквивалентно овощи. Одно и то же. Фрукт и овощи. Я не помню, когда мы ввели s, что произошло. Вопрос задайте. Когда показатель того, что вы начинаете хоть что-то понимать в 19-х, это правильно сформулированный вопрос. А не в смысле, вы ввели s, я не понял, что произошло. Я ведь проговаривал, что произошло. Задайте вопрос. Какой логический ход, вам не понять. Я сказал, пусть есть m, это самый легкий фрукт. Он находится в этой корзине, где фрукты, которые меньше тысячи весят. Так? Я говорю. Давайте тогда отделим самый маленький от всех остальных. Пусть s это сумма масс всех фруктов, которые весят меньше тысячи, без m. Вот, я убрал m. Правильно? Тогда m плюс s это что такое? Это и есть сумма всех масс всех фруктов, которые весят меньше тысячи. То есть 982x. Я просто этот положил в сторонку, самый маленький. А это все оставшиеся. Вот из этой кучи, вот с этой кучей работаем. Нас она интересует, потому что самый маленький фрукт будет находиться в ней. Записал уравнение. Вот, x пусть какой-то конкретный. Да? Тогда, чтобы m было минимальным, s должно быть максимальным. Какая максимально возможная сумма s? Ну, очевидно, 999 на x минус 1. Самая большая масса фрукта вот в этой корзине 999. Сколько их? Если изначально их всего было x, и мы забрали один фрукт, поставили в сторонку. То их x минус 1. Ну, вот это максимально возможная масса. Подставив сюда вместо s максимально возможную массу s, сумму, масс, мы получим минимальное m. Я подставил сюда s, получил вот такое уравнение. Из него получилось, что m равно 999 минус 17x. Чтобы m было минимальное, 17x должно быть максимальное. Чем больше я вычту из 999, тем меньше я получу m. Чтобы 17x было максимальным, x должен быть максимальным. Смотрим. x4t, y3t. Чтобы x был максимальным, t должно быть максимальным. Потому что, кстати, это 4t. Какое максимальное t я могу взять, если x плюс y это 7t? Очевидно, t равное 9. Потому что 7 на 9, 63. Я не могу взять t больше. Потому что, если я возьму t хотя бы 10, то будет количество фруктов, которые меньше 1000, плюс количество фруктов, которые больше 1000, уже 70 штук. А у меня всего 65 штук. Значит, максимальное t, 9. Вот его я подставляю сюда. Нахожу x, равное 36. Это максимально возможный x в этой задаче. Подставляю x сюда. И раз я нашел максимально возможный x, я нашел минимально возможное m. Массу самого легкого фрукта, 387. И осталось построить пример. Давайте построим пример. Пример строится просто. Ну, очень просто. Вы можете просто даже сверить. Поехали. Я же x знаю. Значит, у меня в первой корзине, значит, у меня 387 и плюс 35 фруктов по 999. Итого в первой корзине 36 фруктов. Вы можете сумму сложить, все проверим. Дальше. У меня известно y тоже. y на 3 на 9 это 27. Значит. А, ну, во-первых, у меня 9 на 7, 63. То есть у меня остается 2 по 1000. Правильно? 2 фрукта. И у меня еще остается 27 фруктов. Правильно? Ну и мне нужно подогнать только так, чтобы у меня вот здесь была средняя арифметическая 1024. Ну, как это сделать? Просто посчитать. Ну, давайте. 2, 36, 27. Правильно? Сумма всех 65 тысяч. Нужно отнять вот эту лабуду. Хорошо. Давайте найдем, чему равна сумма 2 при наших найденных значениях. Сумма 2 это... Мы же знаем, что y у нас это сколько? А, ой. Я просто беру все по 1024, правильно? Меня вообще это как-то волновало? Или нет? Сейчас. 27 на 1024. Все. Ничего мне делать не надо. Не буду ничего считать. 35 тысяч без 35. 36 и... Все. Вот пример. Субтитры сделал DimaTorzok